Продолжение следует... Потому что вот эти твари, что творят, вот мирных граждан бомбить и так далее. Терпели, достаточно. Политика, политика мы понимаем, на камеру они все красиво говорят, но на деле мы видим. Мы идем вам отвечать. Сейчас я выдвигаюсь по районам, буду защищать. Так, всем готовность номер ноль. Алло. Да, Гиви. Все, я захожу в поселок, по 4 человека на перекрестке будут защищаться. Внимание! Малыми группами они выходят с аэропорта. Идем сейчас цепью. Там распределяемся по кварталам. Не даем никому выйти. С нами Бог, никто ничего не боится. Они сейчас будут малыми группами заходить в поселок. Пойдем просто на стратонавтов, на Спартак. Сейчас выдвинемся малыми группами в каждом квартале, чтобы не дать им возможность нагадить там. Потому что они сейчас уходят, думаю, будут кусаться. А кусаться они могут только безоружным. Из-за этого не дадим эту возможность. Застрахуемся и зачистим аэропорт. Достали они уже. Чего им дома не сидится? Продолжение следует... В обязательном порядке ситуация изменится к лучшему. Мы не зря сюда пришли, потому что мы тут живем. Продолжение следует... а вы где вот ну и мы вот да не так но они сейчас градом отработали давай давай подтягивать сюда и дальше пойдем забор мешает я хирург гаражи болота минометами это который к вам ведет тихо пошло что-то со стороны собора понял 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 мы оплот перед вами прямо-то они нормально закреплены что они терминал просматривают тогда соседний помнишь куда мы этот снайпера сажали на пятиэтажку соседние недостройки а ну ну там через забор зайдите там позицию займите что просматривать именно терминалы здание уже наши ну чё привет могу передать россиянам братьев жене привет расскажите что там впереди укропы сидят там впереди гады выдолбываем много их без понятия когда выдолбим скоро планируем очень скоро взялись плотно пушками танками выкурен с гостиницы уже выкурили осталось подвала выкурить и все а никто английскую не хочет выучить замахали а из этого не будет что-то сзади давайте через подвал гостиницу поднимать выгляжешь там такие же ну да трое на да 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 командир наплевать а жесть вкроют и как потом не пойти им по спине не постучать тут ваши принципе да уже в метро с левой стороны уже три дня наши с правой стороны тоже ваши здания это все пустое лексус центр и нет вообще вот это вот все здание пустое иногда приходит через подвал с чисто снайпера работать но сейчас уже домик нет потому что стреляют с терминалов если что мы можем вот сработать по этим окнам он видишь верхние окна вот эти вот верхние и нижние по этим можно сработать просто помощь если понадобится только можем только вот это вот ну да больше ничего не сможет и еще этот на строке 438 75 его укров что ли да вот он их а 43375 уже поменяли а сменяет а то мы тоже недавно слушали мы их херячим а они нам рассказывают а да где там потолки падают рядом да не долетела сколько не он а 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 не не это мои как и были на тех позициях которые обозначали левое право а ну больше не продвинулись мэтра на заходили мои отходили они они там не будут там простреливается все не не лупите нормально там единство слышно на терминале снайпер нас на терминале нам один снайпер моих ребят этот лупил не на а вот а вот а а а а и во а Подождите, подождите, подождите. Нет, сейчас. Заряжай. Что, Димон? Отойди. Срывалка. Огонь! Попали. Попали. Да. Давай, ветерок. Ну, полежала, хватит со снарядом. Ну, нынче надо было кататься. У них одна живая бэшка еще. Он говорит, бэшкой прочеши зеленку. Тот говорит, ты с ума сошел, говорит. Бэшкой, говорит, против танка работать. Ага, хорошо. Абхаз на связи. И что там? По беседу с ними. Дадим им в коридор, пусть уходит. Ну, да, русская сама два нам было. Что же он получает? Аха, принял? Плюс. Вышка, вышка, Абхазу. Я бы не давал коридор. Кто там еще был? Броня, боксы, броня. Боксы, боксы, бокс два, ответь Абхазу. Да нет, это просто так, скажи мне, парни. Они все слышали громко. Вышка, не надо переходить на телефонный режим. Выйди на связь. Вышка, Абхазу. Сканируй. Абхаз, мне кажется, они изменили чистоту. Абхаз. Да это они скорее тишину дали, на телефоны перешли. Им невыгодно. Сейчас они будут паниковать. Сканируй пока сеть. Да. Вышка, Абхазу. Вышка, Абхазу. У вас есть 15-20 минут край. Надежда на то, что идет подкрепление, вас обманули. Вы идите на связь, решим наш вопрос. Мы слушали их переговоры. Видим, что им не очень хорошо. Что какие-то надежды не теплят, бьют по городу. Ну, решили мы им объяснить ситуацию. Потому что ребята, может, и в неведении находятся. Сказали, чтобы они не ждали подкрепления. Что это все наивно. Что не стоит нести каких-то потерь. Просто тихо, мирно предложили им сложить оружие. Под, конечно, нашу гарантию. Но вот они ушли в тишину. Ну, надеюсь, что разум преобладает. Чем мнимая их политическая идея. Я думаю, все-таки придем к общему. Ну, не придем тогда и будем зачищать. Что делать? Они уже доставили нам с первого числа детей в школу отправлять. Они сегодня разбомбили школу, детский садик. Ну, не можем мы так допускать уже. Так что перемирие они не соблюдали. Почему должны мы его соблюдать? Но их не ответ, что по ЖД вокзалу, что по школе. Мы пойдем на штурм. Вышка Абхазу. Ребята, не истерите. Выйдите в эфир. Да тихо. Что насчет нашего предложения закончить миром? Решает. Сколько времени вам надо? Просто реально, говорю, ребята, подкрепления там нету. Не надейтесь. Я принял, но это не от меня зависит. Вчерашний ваш эфир, где вы фамилии, имена называли, все четко знаем. При сдаче бумаги отдадутся вам, вы сами их уничтожите. Подожжаться. Подожжаться только. Ву-ху! Огонь! 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 Субтитры сделал DimaTorzok